Я вас приветствую. Меня зовут Евгений Горобченко. В этом видеоуроке поговорим о вегетососудистой дистонии. Вегетососудистая дистония – это комплекс функциональных расстройств, в основе которого лежит нарушение регуляции сосудистого тонуса и ведективно-нервной системы, проявляется приступообразным или постоянным сердцебиением, повышенной потливости, головной болью, покалыванием в области сердца, покраснением или побледнением лица, зябкостью, оборочными состояниями, может приводить к развитию неврозов, стойкой артериальной гипертензии, значительно ухудшать качество жизни. В современной медицине вегетососудистая дистония не рассматривается как самостоятельная болезнь, поскольку является совокупностью симптомов, развивающихся на фоне течения какой-либо органической патологии. Вегетосудистая дистония нередко обозначается как вегетативная дисфункция, ангионевроз, психовегетативный невроз. Под термином вегетосудистая дистония подразумевается нарушение вегетативной регуляции внутреннего аммиостаза организма, давление, частота пульса, теплоотдача, ширина зрачков, бронхов, пищеварительной и выделительной функций, синтеза инсулина и адреналина. Вегетосудистая дистония является крайне распространенным расстройством, которое наблюдается в 80% населения. Возникновение первых проявлений дистонии относится, как правило, к детскому или юношескому возрасту. Нарушения дают о себе знать к 20-40 годам. Женщины подвержены развитию вегетативной динфункции в 3 раза больше, чем мужчины. Что касается симптомов вегетосудистой дистонии. Проявление дистонии многообразно, что обусловлено многообразным влиянием на организм, регулирующий основные вегетативные функции – дыхание, мочеиспускание, пищеварение и другие. Симптомы вегетативной дисфункции могут быть выражены постоянно или проявляться приступами, кризами, паническими атаками, обмороками. К кардинальным проявлениям вегетосудистой дистонии относятся боли в области сердца, тахикардия, замирание в работе сердца. При нарушениях регуляции дыхательной системы вегетосудистой дистония проявляется респираторными симптомами, учащенным дыханием, невозможностью осуществления глубокого вдоха и полного выдоха, ощущение нехватки воздуха, тяжестью, заложенностью в груди и резкой приступообразной одышкой, напоминающей астматические приступы. Дистония может проявляться различными нарушениями, колебанием венозного артериального давления, нарушением циркуляции крови и лимфы в тканях. Вегетативное нарушение терморегуляции включает в себя лобильность температуры тела, повышение до 38 или снижение до 35, ощущение зябкости или чувство жара, потливости. Расстройство вегетативной регуляции пищеварительной функции выражается диспептическими нарушениями, болью и спазмами в животе, тошнотой, рвотом, запором и поносом. Дистония может вызывать появление различного рода мочеполовых расстройств. Психоневрологическим проявлением дистонии включают вялость, слабость, утомляемость при незначительной нагрузке, снижение работоспособности, повышенная раздражительность и плаксивость. Пациенты страдают головной боли, метеозависимостью, расстройством и сна. Как же лечить вегетососудистую дистонию? Пациент из вегетососудистой дистонии лечится под наблюдением врача общей практики невролога, эндокринолога или психиатра в зависимости от преимущественных проявлений синдрома. При дистонии проводится комплексная длительная терапия, учитывающая характер вегетативной дисфункции и ее этиологию. Предпочтение в выборе методов лечения дается не медикаментозному подходу, нормализации трудового режима и отдыха, устранению гиподинамии, дозированной физической нагрузки, ограничению эмоциональных воздействий, стрессов, компьютерных игр, просмотров телепередач, индивидуальной и семейной психологической коррекции. Положительный результат при лечении дистонии наблюдается от лечебного массажа, рефлексотерапии и водных процедур. Применяемое физиотерапевтическое воздействие зависит от типа вегетативной дисфункции. При ваготонии показано проведение электрофореза с кальцием, мезотоном, кофеином. Для снижения активности вегетативных реакций назначают седативные препараты – валериану, пустырник, зверобой, мелиссу, антидепрессанты, транквилизаторы, ноутропные средства. При ветососудистой дистонии проводится лечение хронических очагов инфекции, сопутствующих эндокринной, соматической или иной патологии. Развитие тяжелых вегетативных кризов в ряде случаев может потребовать париэнтерального введения нейролептиков, транквилизаторов и атропинов в зависимости от формы криза. За пациентами с дистонией должно осуществляться регулярное диспансерное наблюдение 1 раз в 6 месяцев, особенно в осенне-весенний период, когда необходимо повторение комплекса лечебных мероприятий. Прогноз ветосудистой дистонии Своевременное выявление и лечение дистонии и ее последовательная профилактика в 80% случаев приводит к исчезновению и значительно уменьшению проявлений и восстановлению адаптационных возможностей организма. Некоррегируемое течение дистонии способствует формированию различных психосоматических нарушений. Профилактика ветосудистой дистонии Комплекс мер для профилактики должен быть направлен на укрепление механизма саморегуляции нервной системы и повышение адаптивной способности организма. Это достигается с помощью оздоровления, оптимизации режима отдыха и физической активности. Профилактика обострения дистонии проводится с помощью мер рациональной терапии. Обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. А мне ставьте лайк, подписывайтесь на мой полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.